всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучаете к м с wordpress урок номер 13 в этом уроке мы с вами обсудим и настроим а посмотрим вообще как работают комментарии система комментариев что нужно учитывать так как комментарии это очень важная часть блога мы должны поддерживать связь нашей аудитории потому что скорее всего наши посты будут комментировать люди задавать какие-то вопросы мы должны отвечать на эти вопросы обязательно и нам нужно это как-то брендировать что это такое также разберем в этом уроке сопутствующей темы это значит настройка комментариев как это выглядит и ваш профиль настройка вашего профиля то есть в админке вот здесь вот пользователи ваш профиль и так давайте сначала попробуем оставить комментарий то есть смотрите если человек просто зашел на борт на ваш сайт естественно он не зарегистрирован на вашем сайте вообще если вам регистрация не нужна пользователей ничего делать не нужно но если нужна регистрация чтобы пользователи могли быть авторизованы на сайте это мы с вами рассмотрим позже такое wordpress возможно изначально мы как админы на фронтальной части сайта мы видим вот такой бар наверху где мы видим вот такую иконку комментариев здесь будут стоять циферки новых комментариев если комментарий новые какие-то поступили от пользователей также обновление добавить запись медиафайл понятно настройки перейти в тему виджеты меню и наш профиль админ и аватарка вот что касается брендирования да у нас в комментарии когда мы отвечаем нашим пользователям у нас должна быть аватарка брендированная нашего бренда то есть например аватарка логотипа ну или же можно ваше лицо сюда поставить это все равно считается брендирование вашего блога изначально у вас такого не будет как у меня потому что это действительно аватарка она привязана к моей почте дать подробно сейчас все рассмотрим давайте я сейчас выйду с сайта чтобы я был как обычный пользователь так переду демо так на сайте нахожусь нажимаю выйти так админскую хвост ссылки уберу нажму enter все зашел на свой сайт как обычный пользователь например я хочу оставить какой-то комментарий вот к этой записи да у этой записи у нас с вами комментарий был удален точнее отключен кстати видите что происходит если мы со фронтальной части сайта вышли то в админке нам тоже предлагают авторизоваться то есть нас выкидывает из админки тоже если мы с этого же браузера заходим я сейчас опять вновь авторизуюсь записи демо-запись здесь у нас комментарии отключены для не авторизованных пользователей формы комментарии всегда выглядит вот в таком виде то есть поле для ввода комментариев поле для ввода имени мл и сайт имя мл обязательно к заполнению да ну давайте какой напишем комментарий опять же мы сейчас рассматриваем базы настройки wordpress здесь есть и дополнительные плагины которые позволяют подписаться на уведомление о новых комментариях также плагин монолиза по моему так называется это плагин смайлов это конечно мы все тоже рассмотрим следующих уроках и так я написал тестовые комментарии имя например ну просто демо email какой-то возьму другой email ну сайт писать не буду отправить комментарий в данном шаблоне вот комментарий выглядит у нас так ваш комментарий ожидает проверки и кстати видите тоже здесь подставляется мое изображение то есть мое лицо откуда она берется как сделать также чтобы ваше изображение было под вашим комментариям это и есть брендирование рассмотрим в этом уроке позже чуть и так вот я написал от комментарий да как тестовые пользователи ваш комментарий ожидает проверки то есть я предлагаю вам также это оставить потому что могут писать всякие спам или какие-то грязные вещи чтобы это никто не видел кроме вас чтобы вы могли от модерировать комментарии это все в глобальных настройках как я это настраивал если вы настраивали вместе со мной в прошлых уроках то у вас должно быть также теперь я авторизовываюсь на сайте и что мы видим как администраторы во первых вот здесь мы видим единичку вот видите подставляется то есть на сразу оповещают как в админке так и давайте здесь зайдем как администратора видим вот есть один комментарий то есть мы прямо с админки можем кликнуть и перейти в комментарии комментарий помечается красным таким цветом мы наводим мыши на комментарии во первых видим сам текст комментария можем сразу одобрить ответить свойства до изменить спам нажать удалить допустим ну понятно если вам не нравится комментарии можете просто его удалить от этого же человека кстати если будет часто приходить спам комментарии можно закинуть его спам но перед этим нам нужно будет настроить один плагин это также позже рассмотрим когда у нас пойдут уроки про плагины необходимые для сайта и так комментарии нажимаем смотрите ответить можем ответить прямо здесь мне вот с админки всегда было удобно отвечать или вы можете перейти на сайт и ответить с фронтальной части сайта ну я отвечаю ему пишу спасибо кстати здесь вот тоже есть теги если как-то вам нужно выделить комментарий можете просто так выделить ваш комментарий вот буковка b это жирность до помещается в так стронг но вообще комментарий не надо помещать в так стронг это просто пример что какие-то таги мы можем здесь использовать нажимаю смотреть сразу одобрить и ответить то есть получается что мы выполняем два действия так бы мы одобрили потом нажали ответить от здесь удобно сделано мы можем сразу одобрить вот этот комментарий демо и сразу ответить ему нажимаем сразу здесь комментарий одобрен и у нас есть ответ давайте пойдем сейчас на сайт перейдем на сайт вот так вот это выглядит смотрите комментарий пользователя и комментарий админ что вот с этими аватарками теперь давайте посмотрим вот мы как администраторы да мы с вами переходим пользователи ваш профиль во-первых заполните все вот здесь вот поля смотрите ник пропишите здесь свой ник имя фамилия обязательно запишите и как только вы нажмете вот здесь вот обновить профиль вот здесь вот отображать как если вы все-таки используете имя пользователя вот здесь вот для входа админ то что я вам не советовал делать то конечно же здесь мы берем чтобы у нас это нигде не высвечивалась потому что смотрите в каждой статье я рекомендую под своими статьями выводить вот такой вот блок с вашей аватаркой с вашим именем и информация у вас это очень полезная вещь то есть под всеми вашими постами будет водиться вот такой блок то есть вот где это заполняется это как раз таки заполняется вот здесь вода в профиле вот биография написала себе указал сайт указал ник имя фамилию указал отображать как федор васильев выбираем обновить профиль вы конечно же свое назначаете обновляем его здесь меняется автор федор васильев то есть все мы сейчас приводим к такому бренду сразу же вот здесь вот тоже показывается для вас информация то есть вот этот сайт бар верхней видите только вы то есть вот именно вот этот привет федор васильев это пользователи вашими не видят если только они авторизуются они будут видеть здесь свой профиль это там надо будет смотреть какие права многие вот эти вещи они тоже видеть не будут там обновление комментарии они это не увидят а смотрите что здесь можно сделать еще здесь можно цветовую схему поменять в один клик вот например вам нравится светлые тона синие кофе то есть тут все очень четко сделано какой вам больше нравится тот и выбираем выбрали цвет внизу нажали кнопку обновить профиль теперь мы подходим именно к вот этой аватарке то есть она отображается как вот здесь меня аватарка как вот здесь как отображается она вот здесь вот здесь и отображается на ваших комментариях вот это все надо забрендировать в ту картинку которая нам нужна изначально если мы с вами пройдем в настройки перейдем обсуждение здесь мы с вами проходили помните в самом низу аватар по умолчанию я вам сразу сказал выбрать логотип гаватар и что происходит отображается аватар гаватар ранее я к своей почте вот почта которая привязана вот здесь вот видите вот email обязательно вот то что мы использовали при регистрации при создании сайта вот именно к этому имейлу к своему ранее я привязывал вот такой вот аватару безликий как сейчас вы это видите сейчас я вам покажу как сюда назначить сменить аватар или назначить новый аватар потому что изначально у вас к почте ничего не привязано как только мы к нашей почте который она привязана к нашему сайту блогу привяжем а тот аватар который нам нужен брендирующий он сразу будет отображаться как здесь так вот здесь вот здесь как я уже говорил вот здесь вот и в комментариях это сделал довольно таки просто находясь в вашем профиле где аватар ниже здесь есть такой текст и ссылка на гаватар кликаем по этой ссылке открыть ссылку в новой вкладке открывается вот такой вот сервис мы сразу же нажимаем здесь войти открывается страница также доступна на русском кликаем русский если у вас не переводится на русский и вот здесь адрес регионной почты тот который мы с вами используем привязаны к нашему сайту блогу то есть который находится вот в этом поле да мы вставляем здесь то есть напоминаю сейчас мы будем заниматься привязкой нашего брендирующего аватара к нашей почте чтобы он отображался на нашем блоге необходимых местах прописали email и нажимаем продолжить появляется поле пароля вводим пароль от нашего электронного ящика написали пароль нажимаем войти если мы с вами правильно зашли нас перебрасывает вот на такую страницу так как у меня ранее было загружено изображение уже привязана к аватару да она здесь уже мы видим его если вы ранее ранее не привязывали никакой аватар у вас тут не будет такой аватар очки мы ниже воде смотрим и вот есть ссылка этноев имидж кликаем по ней нажимаем упал от нее то есть загрузить новое с компьютера изображение то есть у вас должно быть уже подготовленное изображение тут нажимаем выбрать файл я выбираю заготовлены брендирующие изображения то есть это изображение моего логотипа нажимаем открыть нажимаем далее так здесь нам нужно обрезать если она слишком большое ну изображение у меня был достаточно большое поэтому она не умещается вы можете вот так вот зажать левую кнопку мыши двигать вот этот вот перемещатель обрезка да и поместить это так как чтобы вот здесь он не обрезался маленький размер большой размер если не получается то сделайте в каком-то редакторе подготовьте более маленькое изображение например фотошопе все отредактировали внизу есть такая кнопочка синие нажимаем на нее видим вот такой вот результат внизу выберите рейтинг вашего граватара я честно говоря не совсем понимаю что это за рейтинг я ничего не меняю нажимаю вот на эту синюю кнопку внизу в принципе этого достаточно можно перейти на наш сайт и нажать сочетание клавиш контур плюс f5 с чисткой кэша для этого сайта мы видим что здесь миниатюрку уже отображается здесь на уже отображается пройдем в статью видим здесь изображение изменилось все у нас получается автор здесь тоже изображение изменилось лучше конечно здесь публиковать свое лицо если вы не являетесь каким-то брендом ну и здесь комментариях вы видите поменялось видите достаточно просто теперь каждый раз добавляя комментарии публикую посты и статьи у вас будет всегда ваше брондирующее изображение конечно в граватаре вы сможете еще пройти в мой профиль и заполнить необходимые здесь поля но здесь уже по желанию главное мы сменили с вами аватар и он у нас здесь применяется на нашем сайте также можно обновить админку и видеть что аватар здесь тоже поменялся на этом данный урок и заканчиваю надеюсь для вас он был интересным и полезным и я вас жду в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема vp значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции за сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь